Проверим модельную устойчивость ровно тем же путем, что и модель, только главный эффект, содержащий. Переменная RAND делит выборку на две подвыборки вероятностным образом. Мы видим результат. Разница, конечно, существенная, особенно по менее наполненной категории, категории участия в профсоюзе, но и по обучающей подвыборке, и по экспериментальной подвыборке мы видим превышение процента правильных прогнозов над 50. Поэтому можем считать модель минимально устойчивой, минимально достаточно устойчивой. Смотрим на то, смещена ли модель, сохранив остатки нестандартизированные и запустив по ним описательную статистику через Explore, мы видим, что среднее значение минус 0,007, и на 95% доверительном интервале оно проходит через 0. Таким образом делаем вывод, что наша модель не смещена. Наконец, посредством дисперсионного анализа проверяем гомоскедостичность данных, на которых построена модель. Ставим в качестве зависимой переменной стандартизованные остатки, в нашем случае стюдинизованные как разновидность стандартизованных. Все предикторы, отобранные для итоговой модели, помещаем в качестве кавариатов. И видим, что большинство из них незначимо за исключением буквально одного-двух. Ну, даже нельзя сказать, что значим этот, потому что выше 0,05 вообще нет ни одного значимого. Таким образом, не варьируют остатки в зависимости от предикторов. Следовательно, модель построена на гомоскедостичных данных. Можно переходить к ее интерпретации. Посмотрим на таблицу классификации и величину R квадрата, псевдо-R квадрата. По менее наполненной категории мы имеем, правильно предсказанными, 63%. А в исходной модели, где только главные эффекты, имели 56%. Таким образом, модель явно...